В региональную программу капитального ремонта войдут 503 лобнинских многоквартирных дома. Тему продолжит Лариса Панина. Лариса Панина. В зависимости от степени изношенности дома. К этим взносам горожан только за последние два года из городского бюджета было добавлено 200 миллионов рублей. Но и этой суммы не хватает, чтобы все дома привести в порядок. Так сложилось, что многие годы бюджет не имел возможности вкладывать в ЖКХ столько, сколько необходимо. Кроме того, состояние домов, переданных в разные годы городу, ведомствами, было далеко от должного уровня. Чаще приходилось решать последствия проблем протекания крыш или затопления подвалов, а не предупреждать их появление. В настоящее время по-прежнему сил и средств недостаточно. Новые законы, федеральный и областной, об организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах должны улучшить ситуацию. Во-первых, увеличится количество средств на капремонт. Да, за счет собственников жилья и квартиросъемщиков, но не только. Для нашего региона оплата населением капремонта составит 7 рублей 30 копеек. Кроме того, средства будут выделяться из областного бюджета и местного. Совет депутатов и глава города давно уже приняли решение, сейчас свою позицию удерживают. В том плане, что помимо средств, которые мы будем отправлять на иной счет, будет это спецсчет или счет оператора по 7.30, средства, которые будут находиться в профиците или закладываться изначально в бюджете, они будут направлены приоритетно на жилые дома, помимо той программы. Мы знаем город, мы знаем все болезни домов. Естественно, переочередные задачи будем решать вот этим способом. Несмотря на многочисленные собрания, публикации, разъяснения, вопросы о новой системе капитального ремонта домов остаются. Наиболее популярной будут ли учтены деньги, выплаченные жителями, закап ремонт в предыдущие годы, если они не были использованы. За разъяснениями мы обратились к Ильгизару Хайрулину, заместителю руководителя администрации города. На каждый дом заведен лицевой счет. И на каждом лицевом счету идет отслеживание средств, поступающих из расходованных на какой-то вид ремонт. Процесс шел, мы много чего сделали, но те остатки, которые останутся на 1 мая, они перейдут на тот счет, который выберут собственники, в зависимости от того, как они проголосовали на своих собраниях, согласно протоколам. Если это спецсчет, значит они уйдут на спецсчет этого дома. Если это счет оператора регионального общий счет, они попадут на этот счет и именно будут находиться на лицевом счете этого дома. Смешение средств не произойдет. На сегодня, если говорить обо всех домах, которые обслуживают управляющая компания Жилкомсервис, остаток средств составляет 12 миллионов 839 тысяч рублей. В декабре 2013 года региональная программа капитального ремонта была сформирована, но работа по распределению по годам и видам ремонта пока продолжается. Разработаны критерии оценки определения очередности для постановки дома на учет для проведения ремонтных работ. Программа рассчитана на 25 лет до 2038 года. Это не значит, что ваш дом поставят в план ремонта на 2038 год и забудут про него. Очевидно, это будет распределение по видам ремонта в какие-то годы, потому что требуется ремонт, допустим, кровли, да, инженерка была сделана недавно, то смысл ее переделывать. Поэтому, естественно, все это будет расставлено по годам, и мы это узнаем. Этим занимается региональный оператор, созданный Московской областью, фонд капитального ремонта жилых домов Московской области. И вся централизация идет оттуда. Ну, как программа заработает, она должна заработать по закону с 1 мая, значит, в июне мы получим свое начисление. Я надеюсь, мы все-таки увидим то, что нам декларируют в части того, что нажал на кнопку, войдя на сайт, мы хотим и должны увидеть свой дом, поступление на нем, значит, на лицевой счет средств движения, виды работ, ну и так далее. Каждый дом должен капитально ремонтироваться не менее одного раза в 25 лет. Программа так и выстроена. Вот любой дом, будь ТСЖ, кооператив, неважно, пусть они на своем спецсчете, но они сидят в программе, у них есть год проведения ремонта, и позже этого года они не должны проводить его раньше, пожалуйста, позже, нет. Все они находятся в региональной программе, пусть люди не беспокоятся, никто их не бросил, поэтому здесь есть контроль, будут ремонты. В программе от города числятся 503 дома, включен в нее и весь ветхий фонд, около 100 домов. 1 апреля завершился процесс выбора собственниками вариантов перевода взносов на капитальный ремонт. Кооперативы и ТСЖ в основном выбрали спецсчет. Дома, которые обслуживаются управляющими компаниями, в большинстве своем пошли к региональному оператору, но есть и такие, кто выбрал спецсчет. Те, кто не проводил собрание и не определился с выбором самостоятельно в соответствии с законом, направлены к региональному оператору. До 1 мая еще есть время. Если вы считаете, что ваш дом нуждается в каких-либо видах работ и деньги на счету дома есть, то необходимо провести собрание и вынести решение на использование этих средств.